привет всем добро пожаловать на мой канал и кто может быть первый раз зашел на мой канал меня зовут марина я очень рада всех вас здесь видеть и сегодня видео пойдет о бюджетных покупках покупках мая и июня и кому это видео интересно то продолжаем смотреть и всем желаю приятного просмотр вот такой малютки от catrice это тени номере они 860 the beauty and the beige я их брала не как тени больше всего по большей сущности я их взяла именно как хайлайтер я часто езжу и мне нужно что-то маленькое я не любительница каких-то больших таких хайлайтеров и вы знаете вот эти вот тени мне очень-очень нравятся потому что вот такие вот тени я купила в прошлом году в розовом оттеночки они у меня в номере 540 очень хорошие тени и когда я делаю именно с ними макияж темно-коричневый именно с этим розовый я получаю очень много комплиментов и благодаря это все этому оттеночку и ко всему прочему мне понравился дизайн такие вот коробочки которые прозрачные смотрите очень красиво смотрятся очень удобно их хранить потому что я говорила что я однушечки не очень люблю но эти коробочки они действительно очень удобные они хорошо стоят они хорошо лежат они не период не они полукруглые какие-то то есть вообще я осталась довольна качеством это в первую очередь конечно же во вторую очередь это дизайн это была первая у меня такая покупочка которая я осталась довольна я буду сразу говорить чем я осталась довольна чем я не осталась довольна потому что это очень важный шаг крем гель от клиник интенсивный гель он очень хорошо увлажняет ваше лицо и не просто как гель питает и все легонечко нет он интенсивно увлажняет ваше лицо но при этом это определенный гель который очень легко наносится но в то же время лицо хорошо питается этим кремом у меня он в миниатюре и вот этот миниатюрка очень меня спасает знаете особенно последнее время мы очень часто ездим и я ее беру с собой это был подарок от дубляс тональная основа от катрис в номере 30 я уже говорила что это моя любимая тональная основа с осени начиная и все время я не могла себе подобрать другой как конечно я могла подобрать себе другой то это была моя любимая тональная основа катрис и я не хотела ее ни на что менять она очень хорошо на моё лицо ложилась хорошо питала с подсвечивающим эффектом но теперь наступила жара теперь наступило лето и теперь этот подсвечивающий эффект и именно то что может быть делали масла они теперь начинают таять и наша кожа еще больше выделяет пота жира и то есть этот тональная основа она не предназначена для моей кожи именно на лето получается она у меня пикет и тает и make up factory было намного лучше то есть она матовая средней стойкости не забивает поры вот эта тональная основа для лета мне не подходит мне очень нравилось ей пользоваться именно в осеннее и в зимнее время потому что моя кожа требовала питания у кого сухая кожа я думаю этот крем идеально подойдет для лета ну вот мне к сожалению не подошел этот крем именно сейчас в это жаркое время мне нужно что-то такое матовая и наверное все таки я вернусь к make up factory которая у меня была и она мне действительно очень понравилось и следующий продукт это губная помада от мебелин в номере 725 самый обычный нюд увлажняет хорошо губы но это такая влажность которая вот прикоснетесь в принципе к чашке с кофе или еще с чем-то то она останется на чашке мне блески нравятся масляные которые бы очень хорошо питали губы и если вы кофе попьете то они еще остаются на ваших губках это например блески стиля это шанель блески они пропитывают ваши губки далеко заходят то есть это губушка конечно бюджетный вариант но я наверное все таки поторопилась купить ее я не скажу что я осталась и довольна потому что ей надо постоянно красить губы то есть напоминает мне какие-то лихие девяностые следующий продукт это боди лосьон от тав мне не хотелось что такое вот покупать сильно супер питательное как я говорила уже я пользуюсь парфюмированными боди лосьонами и именно те точки которые сильно высыхают например это ноги и локти и колени и вот именно для ног я взяла этот боди лосьон он очень хорошо питает я не люблю сильно жирную но в то же время я хотела было немножко попитать побольше понравился во первых он не сильно жирный хорошо растирается во вторых он легкий у него запах приятный запах то есть не сильно навязчивый запах и в этом плане очень хорошо и следующая покупка у меня из лидл что я могу сказать не я его покупала покупала для меня моя дочь я не могу ничего сказать позитивного ничего негативного вот этот вот у меня именно в большой он работает хорошо пахнет хорошо и я даже сказала молодец николь что такое купила но когда я купила маленькую мини версию чтобы носить с собой именно такого же вы знаете я когда один раз побрызгала то я увидела на полу лежат белые белые вот какой-то тальк то есть я не поняла и муж будет с тебя что-то сыпется ну что теперь мы подошли к рукам и хочу вам показать несколько продуктов которые я купила себе для рук и ухода для рук и так это вот такие вот перчаточки тадам перчаточки на которых написано п-2 ну или п-2 как у нас германии говорят написано было в инструкции смазать обильно кремом и одеть их на ночь ну конечно же в такую жару на ночь перчатки одевать скажите это не очень хорошо они из полностью из хлопка я их одеваю когда сижу может быть смотрю кино какое-нибудь да на два-три часа мне этого в принципе достаточно вы знаете руки и действительно становится супер смотря какой крем вы будете использовать я использую крем также купила бальзам для рук от pet свай обильно очень мажу этим кремом руки толстым толстым слоем потом одеваю вот эти перчатки в нем содержится экстраты белого и зеленого чая один раз я спала ночью утром встала руки шелковистые мягкие даже не хочется тряпку брать и мочить даже руки умываться не хочется крем для кутикул с содержанием виноградной косточки если у кого-то может быть эти места рвутся твердые или сами по себе заусеницы появляются быстро то вот такой вот крем от p2 он очень хорошо спасет и поможет вашим ноготочкам кутикулам восстановиться ну что вот и все мое видео подошло концу я благодарю вас за просмотр если вам понравилось то конечно же поставьте лайк подписывайтесь на мой канал и всем пока пока до новых встреч